Всем привет! Ипотечная программа 7-20-25 оказалась недоступна для подавляющего большинства казахстанцев. Главная проблема в том, что денег на эту программу выделяют в час по чайной ложке, из-за чего фактически получить кредит сейчас могут лишь единицы. Об этом не только обсудим сегодня в нашей программе «Итоги бриф». Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем! По данным исследования, количество казахстанцев, занимающихся бизнесом лишь из жизненной необходимости, а не по призванию, выросло в два раза. Такие данные приводят уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов. Еще одна закрепившаяся тенденция – это миграция крупного бизнеса в малый и средний путем дробления. Сейчас доля крупных предприятий в отечественном предпринимательстве уже не достигает 0,1%. С чем это связано, чем чревато и как решать проблему, интересовалась Саули Байгалеева. От большего к меньшему. Из-за налоговой нагрузки некоторые субъекты крупного бизнеса вынуждены дробить свои компании, к примеру, в сфере общественного питания. 85% наших закупов товаров идут без НДС. Соответственно, с учетом нашей рентабельности совершенно невыгодно. Мы сегодня вынуждены дробиться. Именно поэтому мы просили сделать спецналог именно для общественного питания, розничный налог оставить для нас. Почему? Потому что это нам позволит удержаться и, наверное, где-то даже немножко развиваться. Действительно, множество преференций сегодня способствуют развитию именно малого бизнеса. Даже градация привлечения к административной ответственности отличается. Быть субъектом крупного бизнеса невыгодно. Хотя именно он является драйвером любой экономики. Мы проводим более тонкую настройку так называемого розничного налога. Когда реализация конечному потребителю, так называемая последняя миль, вы не должны быть плательщиком НДС. Вы просто платите некий налог с оборота. Сейчас мы обсуждаем ставки разные. 3, 6, 5 процентов. Второе. Нам необходимо все-таки выстроить нашу политику таким образом, чтобы предприниматель, быстрорастущая активная компания, ей было выгодно ухрупняться и переходить в более сложные налоговые режимы. Некоторые экономисты скептически относятся к этим мерам. Называют их искусственными. Разогрупнение бизнеса лишь следствие экономической политики, поэтому ее нужно менять в корне, считает экономист Айдархан Кусаинов. Наша политика развивать во что бы то ни стало малый и средний бизнес, она бессмысленная. И опять возвращаясь, в чем проблема казахстанского бизнеса, в самой политике. То есть на самом деле мы должны создавать экспортно-ориентированные крупные флагманские производства, которые за собой уже подтянут вот этот самый малый и средний бизнес. Если мы такого не создаем, а мы этого не создаем, то у нас весь МСБ превращается в магазинчик у дома. По мнению экономиста, страну преследует эффект сырьевого проклятия, когда деньги от продажи сырья искусственно поддерживают нацвалюту. Внутреннее производство становится дорогим, потому что есть дешевый импорт. Поэтому эффективнее всего отпустить курс тенге, сделать его рыночным и дать таким образом привлекательные цены для производителей, говорит экономист. Пусть это ненадолго шокирует, зато оздоровит производственный бизнес и всю экономику. В моменте, чего все боятся, может быть страшно, потому что цены резко поднимаются, доходы вроде как нет. Но это всего год. Потому что через год вы увидите вот этот драйв, что зарплаты начинают расти. Потому что появляется возможность делать бизнес. Почему у нас сегодня не растут зарплаты? Наши заводы работают на четверть мощности. И то настолько, насколько ему хватает льготной мощности. Сейчас, по официальным данным, в стране миллион восемьсот тысяч предпринимателей. И лишь тысяча сто из них – крупные предприятия. Средних компаний – две тысячи семьсот. Все остальные – малый бизнес. Надежды изменить ситуацию возлагают на концепцию развития предпринимательства до тридцатого года и новый налоговый кодекс. Саулия Байгалиева от Амикет Бизнес. Программа «7-20-25» уже не актуальна. А точнее, ее условия. Так считают эксперты по недвижимости. По их мнению, программу уже давно пора усовершенствовать. Начинать нужно хотя бы с повышения суммы ипотеки, заверяют специалисты. Насколько нужно ее повысить и что нужно застройщикам, чтобы квартиры по соцпрограммам были дешевле? Узнавала Саяна Санакова. 25 миллионов за квартиру – сейчас сумма уже не заоблачная. В среднем это цена за одно и двухкомнатное жилье, которое раскупают еще даже до начала стройки. В итоге для людей, желающих купить квадраты, например, по 7-20-25, квартир не остается. Отсюда считают эксперты и такой ажиотаж с длинными очередями, отказами банков и превышением денежного лимита. Спрос есть, а квартир нет. Я замечал, что у застройщиков в ограниченном количестве выходят под эту программу жилых корпусов. То есть не так, чтобы… Потому что много желающих приобрести доступные площади, это одна-двухкомнатная квартира, а эти доступные площади, они уже раскупаются и многими за наличный расчет. То есть мне нужно эту программу рассмотреть, увеличить ограничения, не 25 миллионов, а 35, до 40 миллионов даже можно приобрести. По словам эксперта, 35-40 миллионов – сумма, за которую казахстанцам можно купить хорошую трех- и даже четырехкомнатную квартиру, которые не так ликвидны. Арман Авденов считает, что для застройщиков нужны налоговые послабления, чтобы цены были ниже и квартир хватило всем. Однако этого в планах Министерства нациоэкономики не предусмотрено. Вопрос по предоставлению отдельных льгот для застройщиков не рассматривается. Имеется печальный опыт по предоставлению льгот для постройки жилья на территории СЭС «Астана-Новый город» в целях снижения стоимости жилья. Однако, как показала практика, несмотря на наличие льгот, цены устанавливались на уровне рыночных. Сами застройщики согласны, что цены на жилье по соцпрограммам будут ниже, когда условия актуализируют под сегодняшнюю инфляцию. Стоимость строя материалов растет, как на дрожжах, по понятным причинам, и цены на квартиры, соответственно, на месте не стоят. Материалы растут, и стоимость квадратный метр, стоимость строительства растет, а цены на строительство государственного заказа, на государственное жилье, они не растут. Поэтому можно компенсировать или, второй, поднять стоимость. Здесь мы начинаем какие-то придумывать субсидии, какие-то льготы. Зачем? Дайте людям деньги. Эксперты уверены, что причина ажиотажа с длинными очередями, который произошел накануне, недофинансированная программа. На нее установили лимит в размере 100 миллиардов тенге. 25 миллиардов на 4 квартала. Этап по предварительным расчетам – где-то 820 квартир в год. Саяна Санакова, Азия Сатиев, Атамикен Бизнес. На днях министр индустрии и инфраструктурного развития заявил, что в этом году под снос пойдут 120 аварийных домов и еще сотни отремонтируют. К 2029 году постройки непригодные для жилья практически искоренят. Похвально, но некоторые жители Алматы не хотят менять старые квартиры на новые. Они наслышаны о низком качестве современных высоток с их опасениями, согласны и эксперты. Тем более, когда недавно случилась трагедия в Турции, которая многократно актуализирует проблему и в нашей стране. Материал Амины Абдрахман. Этот дом прямо в центре Алматы планируют снести. Несколько лет назад его признали ветхим. На месте старого строения хотят построить новый жилой комплекс. Однако есть одно «но». Жители категорически против съезжать с нажитого места. Они считают, что здание вполне жизнеспособное. Мало того, оно выдержало несколько землетрясений. И устоит даже при сильных подземных толчках. Ну, сколько лет, они бы уже давно бы. И с крыши все полетело бы, и трещины были бы. Но до сих пор нет ни трещин, ничего. Как сами видите, это годами уже испытанные дома. Ничего не перекосилось. Застройщики приходят зарабатывать деньги, а не обеспечивать наш комфорт. Там нарушаются все требования. И одно из основных – это то, что расстояние между домами. Это эффект домино, то, что сейчас произошло в Турции. До 2030 года в Алматы планируют снести 700 ветхих домов. На их месте появятся 533 новых жилых комплекса. Программа реновации обойдется в 1 триллион 120 миллиардов тенге. Сносить и строить будут на деньги из местного бюджета и за счет частных инвесторов. Между тем, казахстанские архитекторы считают, что в Алматы необходимо усилить государственный градостроительный контроль за застройщиками. И прежде чем заселять людей, здание необходимо протестировать. В случае, если в доме появятся трещины, его нужно сносить. Я думаю, что в облегчении бизнеса, у нас же бизнес самое главное, наверное, и на этих сооружениях, я просто предполагаю, на этом этапе дается разрешение на строительство. Контроль, контроль. Ну да, я как бы слышу, что государственный архитектурно-строительный контроль существует. Ну где он? Таким же вопросом задаются сами алматинцы. По их словам, Алматы уже давно потерял свой архитектурный облик, а высотки мешают продуваемости города. Амина Абдрахманова, Нурландус Магомбетов, Атамикен Бизнес. В Шемкенте радость от новоселья у 300 молодых семей длилась недолго. 5 января они получили ключи от долгожданных квартир, а уже сейчас многие готовы переехать. Говорят, жить в новых домах невозможно, ведь они до сих пор не подключены к газоснабжению. Обещания сделать коммуникации так и остались на бумаге. Марина Низовкина выясняла, почему новые дома оказались хуже старых. Обои отклеиваются, подоконники отваливаются. В такой квартире нужно готовиться не к новоселью, а к ремонту, возмущаются молодые семьи. Они въехали сюда в первых числах января. Говорят, что если исправить незначительные недоделки строителей они смогут, то решить проблему с газом самим не под силу. Нам газ еще когда обещали, когда подписывали контракт. Говорили, что подключат в течение недели. До сих пор ждем. Мы платим за два месяца, хотя в доме в это время толком не жили. В жилом комплексе, который построен в микрорайоне Бузаарык, 360 квартир. Их распределили между очередниками из числа молодых семей. Строительство домов, согласно документам, завершили в прошлом году. И уже в начале января вручили ключи. Правда, к коммуникациям подключить дома не смогли. Говорят, что 8 из 9 домов не выдержали испытаний. За два дня провели газ из ШРП к домам. И во время обследования установлено, что 8 из 9 домов не готовы. Компания получила 10 дней на устранение недочета, но срок уже прошел. Когда дома будут подключены к газопроводу, пока неизвестно. Марина Низовкина, Виталий Занитинов. Ну и напоследок, укрепление курса тенге по отношению к доллару будет недолгим. По словам экспертов, сейчас это связано с прохождением налоговой недели. После чего нас валюта вновь ослабнет. Вопрос лишь в том, в какой коридор вернется тенге. В целом, экономисты давно удивляются хладнокровному спокойствию нашей валюты на фоне макроэкономических процессов во всем мире. Кому выгодны американские горки на валютном рынке и нужно ли сдерживать курс тенге? Подробности в материале. За 30 лет казахстанцы прочно привыкли к тому, что курс доллара постоянно растет. А если быть точнее, что наша национальная валюта нестабильна. В целом, за 30 лет среднегодовой обменный курс доллара к тенге вырос плюс-минус на 440 тенге. История помнит три девальвации нашей валюты. Первая пришлась на 1999 год. Казахстанцы наблюдали просто галлопирующий рост доллара. Именно на этот период пришлась гиперинфляция и рост безработицы. Фактически была полностью долларовая экономика. Именно в 1998 году мы полностью были зависимы от долларов. Поэтому, конечно, очень много людей пострадало. И как в зарплате, и как в работе. Многие проекты закрылись. Многие работы были большие сокращения. Повысилась безработица. Через 10 лет последовала очередная девальвация. И в обоих случаях ее объясняли необходимостью поддержать наших экспортеров. Но наиболее комичной запомнилась ситуация в 2014 году, о которой Нацбанк якобы узнал ночью. Неожиданно для регулятора курс тенге ослаб к доллару сразу на 30 тенге. Сейчас тенге демонстрируют рекордные укрепления. Как оказалось, это вполне объяснимо. Во-первых, наступила налоговая неделя. Плательщики-экспортеры оплачивают налоги за квартал. И на бирже повышается спрос на нацвалюту. Также положительно повлияло на обменный курс прибыль от продажи нефти в прошлом году. Но все это кратковременно, говорят экономисты. В первую очередь потому, что слабеющий российский рубль неминуемо потянет тенге за собой. В условиях войны и тех экономических потерь, которые они сейчас испытывают, а это речь идет о увеличении девицита бюджета в России, соответственно, у страны падают экспортные доходы, и это приводит к тому, что их валюта слабеет. Прямо сейчас, если вы посмотрите, то обменный курс рубля к доллару США превысил 75 и продолжает слабеть. И это не может совсем не сказаться на нашей экономике. В последнее время, учитывая глобальные экономические изменения во всем мире, тенге очень долго остается спокойным. Это связывает, конечно, с интервенциями. Нужно ли искусственно поддерживать валюту? Мнения на этот счет у всех разные. Одни считают, что курс должен формировать рынок, другие все же против таких шоков. Я тоже раньше приделывался такой версией. Я тоже считал, что излишние интервенции очень полезны. Но, тем не менее, сейчас я понимаю, что все-таки нужна стабильность. Изменилось поведение доллара. Изменилось вообще влияние доллара на мировую экономику. Больше стало проводиться торговых операций в других валютах. В целом, экономист считает, что доллар сильно переоценен. Но сейчас его резкие колебания никому не выгодны. По прогнозам аналитиков, к концу этого года средний курс составит 497 тенге и 1 тен за доллар. А к 2025 году и вовсе 515. Жанат Турсынов, Сауля Байгалиева, Atomician Business. А на этом все. Подписывайтесь на Atomician Business, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго. Берегите себя.